В эфире РБК региональный блок новостей. Мы вещаем из отеля Шаратон Плаза. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. Ради Хабиров поручил главам муниципалитетов в короткие сроки ликвидировать ущерб от непогоды, которая обрушилась на Башкортостан в минувшие выходные. Так, негативные последствия наблюдаются в ряде городов и районов. В деревне Озерное Обзелиловского района затопилось 76 придомовых участков. В селе Янгельское шквалистый ветер снес крышу местной школы. В деревне Северное частично сорвало кровлю и повалило заборы семи домов. В городах и районах, где в результате прохождения неблагоприятных погодных явлений произошли разрушения и повреждения имущества, силами администрации и коммунальных служб ведутся аварийные восстановительные работы по ликвидации последствий. Постая на 10 утра, 24 июня дождевая вода из всех населенных пунктов ушла. Пострадавших нет. Ситуация находится на контроле главного проема ЧАС России при суббике Башкортостан. Отмечу на днях. В Уфе также прошли ураганы и сильные дожди. По данным администрации, в городе упали 106 деревьев. В 5 опор линии электропередачи снесло кровлю трех зданий. Были повреждены 23 машины. Поступило 133 сообщения об отключении света. Искусство управления здесь заключается максимально быстро ликвидировать последствия. Чтобы вот день-два, чтобы все поваленные деревья убрали, навели порядок. Опять смет скопился вдоль дорог, потому что грязь все вымала. И все. И приступает эта вот работа муниципалитета. По сообщениям Башгидрового метеоцентра, тенденции выпадения осадков сохранятся. Так, во вторник, 25 июня, в республике пройдут сильные дожди с градом. Ночью температура воздуха составит от 8 до 13 градусов со знаком «плюс», днем от плюс 15 до 20 градусов. Ну и к другим темам. В Октябрьском приступили к строительству 50-метрового бассейна. Старт работам по видеосвязи дал глава Башкортостана Радихабиров. Проект реализует на принципах государственно-частного партнерства по программе «Бизнес-спринт». В 2023 году данный проект прошел конкурсный отбор. В Министерстве спорта России изначально его стоимость оценили в 1 миллиард рублей. Из них 790 миллионов планировал вложить инвестор. Компания «Буртехразвитие». Более 305 миллионов – федеральный центр. Из бюджета Башкортостана направят 31 миллион рублей. Из местного – 10,5 миллиона. Первоначальная реализация проекта предполагала строительство 25-метрового бассейна. В текущем году инвесторам при поддержке администрации города Октябрьского было решено реализовать проект строительства 50-метрового бассейна. Все затраты, связанные с удорожанием реализации проекта, инвестор покроет за счет собственных средств. А это 700 миллионов плюс. В целом, по итогам участия Башкортостана в программе «Бизнес-спринт» за последние три года стало возможной реализацией шести проектов по строительству спорткомплексов на сумму свыше 3 миллиардов рублей. Среди них – «Физра-Р», «Мед», «Амфибия», «Алга» и «Бассейн» в Октябрьском. Частные инвесторы направили почти полтора миллиарда рублей столько же в федеральный центр. 200 миллионов выделили из бюджета Башкортостана. На сегодня уже сданы центры спорта «Физра-Д» и «Физра-Р». Объекты содержат консессионер, что позволяет экономить средства бюджета. При этом в его обязательства также входит бесплатное предоставление социальных часов для занятий детских спортивных секций. К примеру, в мае расходы консессионера на содержание физкультурно-оздоровительного комплекса «Физра-Р» составили 560 тысяч рублей. Кроме того, им предоставлено 40,5 социальных часов для бесплатных занятий на 120 тысяч. Таким образом, прямая экономия для бюджета за месяц составила свыше 680 тысяч рублей, подчеркнули Минспорта. С целью поддержки таких частных инвесторов министерства выступает за введение льгот по налогу на имущество на строящийся объект. На территории опережающего развития Белебей появится банный СПА-комплекс. Стоимость строительства оценили в 30 миллионов рублей. Их вложит новый резидент территории – компания «БМ». По данным Минэкономразвития Башкортостана, она планирует арендовать у муниципалитета помещение бывшей общественной бани. Проект инвестора предусматривает услуги парной, финской сауны, различного вида массажа, а также кафе. Кроме того, запланирована детская зона с мини-бассейном. В комплексе появится 20 рабочих мест. Персонал поможет набрать центр занятости населения Белебеевского района с последующим обучением. Открытие запланировано на декабрь этого года. На полную мощность выход запланирован к 2030 году. Напомню, для предприятий резидентов ТОР действуют льготы по налогу на прибыль, пониженный коэффициент на добычу полезных ископаемых. На региональном уровне предприятие освобождено от уплаты налога на имущество на муниципальном от земельного налога. В Ашкортостане в этом году откроют центр по ремонту сельхозтехники «Рост Сельмаш». О планах на оперативном совещании правительства рассказал директор компании «Акрос» Артур Тимергалин. «Акрос» специализируется на производстве и поставках спецтехники для агропромышленного комплекса. Объем выручки по итогам прошлого года составил 2,7 млрд рублей. Налоговые отчисления оцениваются в 52 млн. Компания обеспечивает техникой и оборудованием хозяйства республики. За три последних года было поставлено 574 единицы. Кроме того, предприятие реализовало несколько инвестпроектов. В 2020 году проект строительства производственного цеха и ремонтного сервисного центра был включен в перечень приоритетных проекта Республики Башистан. И в этом году планируется успешно завершить проект. Общее вложение в проект составило 373 млн. рублей. Созданы более 40 новых рабочих мест. Также в перспективе открытие двух новых филиалов для сервисного обслуживания и поставки запасных частей в районах республики и запуск строительства ремонтно-складского комплекса. Ради Хабера высоко оценил работу предприятия и пообещал оказать необходимую господдержку. В Башкортостане на конец июня стоимость частных домов составила в среднем 5,5 млн. рублей. С начала года ценники подросли на 2,6% следует из исследования портала МирКвартир. Республика таким образом оказалась на 46-м месте по стоимости домов из 85 регионов, вошедших в исследование. Самые дорогие дома продаются в Москве – 34 млн. В Санкт-Петербурге – почти 23 млн. рублей. И в Московской области – 19,5 млн. рублей. В ТОП-10 также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ – почти 14 млн. рублей. В Тагестане – почти 13 млн. рублей. В Севастополе – чуть более 12,5 млн. рублей. В Чечне – 11,8 млн. рублей. В Краснодарский край – показатель в этом регионе – 11,3 млн. рублей. И в Крыму ситуация аналогичная. В десятку вошли почти все субъекты страны, имеющие побережье на Черном, Каспийском и Балтийском морях. В среднем по стране дома за полгода подорожали на 3,8% до 7 млн. рублей. Цены выросли в 55 регионах, в 30 регионах они сократились. Рост стоимости квадратного метра для загородного жилья еще немного продолжится. Но когда квадратный метр приблизится к стоимости квадратного метра в квартирах в городе, конечно, он остановится, потому что для загородной недвижимости есть определенный предел, выше которого цены подняться не могут. А цены на квартиры в городах на вторичном рынке сейчас уже не растут. Другие эксперты также ожидают роста интереса к покупке частных домов во втором полугодии. А после завершения программы льготной ипотеки, часть спроса неизбежно перейдет на этот рынок, считает генеральный директор Мирквартир Павел Ницин. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.